всем привет друзья с вами снова аквамены вы посмотрите на эту надменную рожу которая очень мощным образом выглядит под водой до сегодняшнее растение несмотря на многовековую историю она тянется аж с 1818 года мало распространено среди аквариумистов с чем это связано я понять не могу потому что линдерния крупноцветковая это неприхотливая стойкая красиво цветущие растения даже линдерния круглолистная на мой взгляд требует гораздо большего внимания но что имеем то имеем и так прекраснейшая линдерния грандифлоры эндемик болотных мест жаркой флориды произрастают по берегам рек и озер самое интересное что изначально это растение было находкой для садоводов и даже есть несколько варитетов линдернии грандифлоры такие как луна или голубое сияние но 2013 году кому-то в голову пришло затопить линдернию крупноцветковую не знаю был ли это позыв ненависти или же это были экспериментальные изыскания но факт роста под водой зафиксирован был с этого то момента начинается новая страница жизни линдернии крупноцветковой кстати сказать название она получила за относительно крупные среди линдернии цветы фиолетовых оттенков а еще у сына маминой подруги это линдерния в садоводо-огороднических условиях стелется по дну ну то есть по земле в аквариумных условиях линдерния грандифлора вольготно старается выбраться из аквариума пуская побеги вверх ввысь в аквариуме растет и 30 и 40 сантиметров стебли четырехгранные тонкие листья яйцевидные продолговатые эллиптические зеленые либо же темно-зеленые либо же кто-то умудряется в них фиолетовый цвет даже обнаружить в основании суженные полустеблеобъемлющие в аквариумных условиях грандифлора не предъявляет особых требований но мы то с вами знаем что ей желательно вода средней жесткости и хороший свет а еще если ее подкормить ух какая красавица будет расти кстати сказать жестковатой воде растет более крупным образом чем в мягкой воде еще одно замечание это растение способно выдерживать тень довольно продолжительную но не на постоянной основе еще на моем опыте грандифлора растет там где другая трава расти отказывается а еще линдерния грандифлора числится в рядах за плент лист сажать я бы порекомендовал на средний задний план размножается боковыми отростками а также нарезанием длинных стеблей естественно линдерния грандифлора может расти не просто во влажной среде она открытом воздухе очаровывая всех своим сочным видом в желе возможно оно и существует но я лично не встречал на этом все обязательно напишите если в вашем газоне или в озоне растет линдерния грандифлора но с вами был аквамен увидимся совсем скоро в новых видео всем пока пока друзья а